ну что дождался поклевки ты меня уже обрызла хватит вот аккуратный отличный получас поводок вот он говорит звезьте меня звезьте меня привет друзья сегодняшнее видео будет о ловле карпика на дикарях и с вами Привалов Илья и вы на канале рыбалка с карпятником сегодня в принципе я выехал на дикарь по просьбе некоторых подписчиков которые писали в комментариях вы покажи рыбалку на дикаре я езжу не очень часто на дикаре по причине того что многие дикари выбиты либо сетьми либо электриками ну это не очень приятно когда ты приедешь на дикарь на какой-нибудь а там местные будут ставить сетку но в принципе я нашел дикарь где более-менее со слов людей он и рыбнадзора смотрит за сетками и в принципе местные ловят не дают никому спуску поэтому я выехал на этот дикарь в принципе вот он за моей спиной естественно собираясь сюда я уже примерно знал где ловить здесь есть коряжник и в принципе я буду ловить завоз взял лодочку свою старенькую взял дроблен кукурузы и взял бойлы свои и пару заливок и естественно буду пытаться разловить этот пруд а что из этого получится вы увидите видео я думаю все будет отлично итак друзья естественно я начинаю завоза я накачал свою старенькую лодочку недавно обратил внимание на чехле она газа 2007 года путешествовал со мной то есть 12 лет я она просто резиновая лодка я не очень часто пользуюсь раза три-четыре в лето когда ездил на те пруды и озера где можно в завоз принципе она со мной путешествовал хорошо я купил в волгограде ездил в астрахань рыбалку потом забрал с собой в красноярск и теперь в воронеже она мне воронеже белгорода липске служит верой и правдой естественно старовато немного поддувать ей подкачиваю ну видео не об этом а прикормки и сейчас я в принципе собираюсь за из завозить если увидите два ведра в принципе я взял а в одном ведре у меня было мои а во втором ведре вот как и в прошлый раз последнее видео в корягах я завозил вот это дробленка просто запаренная замоченная дробленка я одно ведро запарил пока выехала часа три-четыре прошло уже закармливаю а вторую вон мешке остатки там где-то полтора ведра я их закинул в воду вот они разбухают но когда мне понадобится там с утра например завтра либо сегодня к вечеру я их тогда завезу ну а сейчас в принципе что путь дорогу также я когда буду завозить есть там самодельные маркеры каждый может вот кусок свинца и вот такой покрашенный поплавок и на ней леска 04 в принципе кто как гораздо делает сам принципе покупать их не обязательно есть крышки еще для щуки отлично стоят видно издалека их тоже можно использовать ну что я тогда завоз защит�HHHHHH осicill ну что поставил маркер и естественно чтобы видно было куда право и лево чтобы не гулять поставил маркер и перед ним прямо за маркером метра за два естественно прикормился закинул прикормку буду ждать ну что наконец первая поклевка где-то полтора часа ожидания и правда неплохо рыбка реагирует на прикорм не знаю какая сейчас посмотрим поначалу сильно упирался а сейчас прям нормально в берег развернулся идет он небольшой ну долгожданный давай сюда подходи не хочет в берег идти в принципе все первый есть оба нет кило двести прогонистый кайф сейчас покажу что друзья вот мой первый прогонистый красивый гляньте какие плавники классно а 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 и так ребят смотрите ну несколько может быть дружеских советов кто-нибудь увидит все и и кому-то понадобится смотрите я как и все карпятники эстетика и все остальное гонялся за всем фирмом и купил себе такую для грузил Aquatic сумка отличная цена и качество отличное вообще идеально 4 секции но была одна проблема я все свои груза стараюсь вот возить с лидкором ну для того чтобы быстро монтировать уже здесь на когда выезжаешь на природу и в принципе получалось так что я пересложу сюда там 110 грамм здесь там 68 разложу и все красиво закрою вот как все и вот так переношу естественно все груза сцепались в одну часть и лидкоры путались потом сидел все это распутывал и недавно увидел вот простое решение коробка то есть нашел к человеку а он складывает тоже карпятник плату в такую коробку это я так понимаю для блесен коробка и в принципе блин она мне так понравилось здесь секции регулируются можно все положить по два штуки по три штуки лидкоры и они самые главные не сыпать вот видите не происходит того что лидкоры перескакивают или грузил друг другу перескакивают все отлично ну в принципе ссылку оставлю в описании я ее и магазин попала тоже с алика заказал ну в принципе я думаю что вот такая модификация она что в россии стоит может чуть подешевле на алиэкспресс не представляем важно но вот такое удобство для перевозки грузил мне очень понравилось теперь у меня все отлично все лежат груза как я их разложил и не скатываются вот сумку не путается может быть есть еще какие-то с вашей точки зрения но интересные вещи love хаки напишите мне пожалуйста их может быть тоже воспользуюсь долгожданная поклевка я уже замучился ждать с ночи был только один зацеп сейчас пол девятого утра почему то дневной такой пруд так что блин наконец-то поклевочка ночью тоже была поклевка но сразу в коряги там пикнул чуть-чуть и в бок ушел я плавал там коряги уже все бесполезно ослабляю фрикцион уже здесь потому что когда нам коряги нельзя ну а здесь будет биться но чуть-чуть приспущу подтащу обратно что я надеюсь что все будет хорошо он правее идет и все об я взял чё есть на маты взвешивать ну не знаю килограмм пять-шесть должно быть нам посмотрим сейчас отцеплю вот классическую поклевка нижнюю губу обалденно работает ну что ребят вот такая красивая рыбойка боролся хорошо прям такая приятная зверяка сейчас побыстрее взвешу вот эту вот сумку кило сто красивый красный продолговатый не думаю что он сильно дикий наверное когда-то кто-то зарыблял все равно этот пруд но все равно красивый красный наверное глина здесь поэтому красный распушился все 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 спокойно спокойно ничего нормально 4 200 удовольствие есть и днем почему-то ты меня уже обрызла хватит ну что давай плыви росли ой 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 а чё ж ты в берег то встал давай давай опа все давай до свидания резвый карпы здесь хочу связать вам показать поводок которым я очень сильно часто сейчас пользуюсь с кольцом 3 миллиметра обладает очень отличной засекаемости и в принципе покажу вам вот был поближе на который именно дикарь почему-то ловит именно этот был и клюет квадровки только на него идут хорошие а на остальные то плотва клюнь то карась то непонятно еще что-то это для меня новый был стик манила white once сейчас поближе покажу и в принципе все монтажи я делаю из крючков вот китайский сейчас поближе подвинул все покажу вот дикари ловит очень хорошо на стик манила white once ну не знаю где найти это же вам решать вот такие 2 12-миллиметровый папа офигенный папа мне очень понравилось у них очень устойчивый аромат а теперь как вязать в принципе все очень даже просто я отмеряю сейчас вот этого 35 миллиметров сантиметров оплетки с этой оплетки я сниму где-то 15 сантиметров всего снял теперь в принципе я поставлю стопор чтобы потом не мучиться его отдельно не ставить не важно мне кажется цвет неважно некоторые заморачиваются нужно красненький черненький мне кажется топора не сильно влияет на поклевку ну и как всегда мы делаем петельку петельку чуть естественно при затягиваем расхода все расходники которые я здесь использую с алиэкспресс будет в описании все колечко я где-то на уровне отсюда до изгиба 3 сантиметра беру где-то чуть-чуть забирает на себя кольцо и вот я получается как бы одеваю кольцо на эту нитку потом ее расширяю и внутрь просовываю все больше никаких дополнительных узлов не вижу ничего не делаю единственное что я хочу натянуть и застопорить кольцо просто когда натягиваешь она даже становиться может на определенное место в принципе уже большая часть монтажа сделано вот я использую сейчас крючки хирис хирис брейдер хук 807 номер 2 либо номер 2 это у меня на самом деле китайцы какую-то странную нумерацию ввели ну наверное специально сделали копирует отличные крючки но это четверки это не двойки вот видите вот крючок отличный с покрытием тифон вообще нареканий нету но единственное номер другой и все по весу по своим габаритам он стопроцентно это четверка который мы привыкли видеть магазинах вот ну и в принципе оставляю вначале колечко правдевая сюда ну и обратно мат два три 4 5 6 7 много здесь не надо можно и 5 намотать делаю петличку то есть у меня отсюда заходит волос и в эту сторону поверху я придавливаю пальцем потом завожу вот в эту петлю и в колечков вот вот в колечко провязал и у меня здесь которая зажатая часть я ее прям вот до конца довожу чтобы здесь петля ушла и уже потом затягиваю до конца образуется здесь узел он прямой и он этот узел не надо здесь склеивать после него здесь получается в прямую здесь колечко держит он и в принципе вот здесь он выходит ну и здесь последний штрих остался я отмеряю по своей поводочнице длину поводка чтобы потом не складывать аккуратно и все здесь отрезаем вот есть расходник хирис там резинки эти и вот а с этой стороны как раз правдеваю наш бойл вот аккуратный отличный получас поводок ничем не хуже чем из крючков других кстати тут то вы скажете да не тупится еще что такое да нет ребята они также работают как и другие карповый повод крючки но с другой стороны если даже он чуть-чуть затупился там в корягу попал или в ракушку то вы с легкой совестью выкинь потому что себестоимость это крючка будет где-то на уровне трех четырех рублей я вот например разрушался вот в этих крючках вот у меня есть фокс ски с 43 заброса и тупые вот реальная прям даже не поверил перепроверял просто три заброса и тупые ну и сейчас я вам покажу как плавают с колечком монтаж вода им проверочную вот кстати она крючок большой вот который двойка идет вот китайская вот такой 15 миллиметровый от лихоноски поп-ап отлично тоже стоит на краю я его тоже вам сейчас покажу ну вода модновато конечно извиняюсь это все-таки прудовая вода но в любом случае все отлично видно вот стоит вот двойка и четверка ну как идеально все подходит вот последние где-то рыбалки 45 я ловлю только на эти крючки они отлично работают да если затупилась то выкидываю но они сильно не тупятся есть не упадут что-то твердое ну что дождался поклевки только он кажется сидит в коряга или мне так кажется а вот суточный дик фиш ну что друзья вот поближе класс так ребят на что поймал сейчас вам покажу вот монтаж у меня inline 60 грамм к клюет вот так выскакивает не хорошо уложить как и в принципе монтаж которая показывал ранее вот крючок четверка размер ближе к евро стандартам на колечке и вот был стип он беленький здесь видно что вот вкрапление пробки идет так как это попав и он я его раз запах пытался поменять ваниль с молоком на им молочный какой-то протеин там добавлен ваниль с молоком офигенно клюет только на него и берется в принципе ну и вот наш карпик давайте с другой стороны покажу там с чешуи нет одной и здесь получается походу вот такой карпушка красивый ну что взвешивать вот он говорит зверьте меня 200 меня ну что взвешивание сейчас я спущу воду ну вы помните что вот этот мой мат сумка тире сумка весит кила 100 воду все спустил 8 400 ребят минус килог то это 7 300 ну что сюда сегодняшнюю рыбалку а я выехал сюда только на сутки вчера днем приехал а сейчас думаю уже надо собираться это вот мой бикфир красивый карпушка ну что буду считать рыбалка удалось в принципе всем кто меня смотрел спасибо ребят подписывайтесь буду рад новым подписчикам поставить задавайте вопросы в комментариях я обязательно буду отвечать на них и в принципе может быть новые сюжеты с вашего подачи будут сняты по новым условиям всем не хвоста нитшуи